Здесь может проехать только одна машина, две уже не разъедутся. Но местные жители рады и этому. Дорогу к селу мокрое расчистили накануне, к поминкам, чтобы родственники могли приехать. Дети у вас приезжают часто? Часто они пешком ходят. Вот там видели на повороте? Вот они вот позавчера приехали, на один день приехал, он работает у меня в аэропорту. Вот на один день приехал, и скорее-скорее кое-что подделал, и опять пошли пешком. Надежда Степановна родилась узником и теперь живет, как в заключении. В годы войны ее родители попали в немецкий концлагерь. Она выжила. В Мокром поселилась в 62-м. Тогда, говорит, здесь было хорошо, а сейчас даже автобусы не ходят. До ближайшего магазина 10 километров, поэтому выживают местные за счет домашнего хозяйства. У Надежды Степановны куры, коровы, овцы. Держит для себя и сыновьям помогать надо. Муж умер 7 лет назад. Теперь приходится совсем справляться самой. Кто ж тут будет жить? Это нас же нужда заставляет. Нам мы старые, заставляет нас нужда. А так-то нету ничего. Нужда нас заставляет вот жить здесь. Куда мы пойдем? Детям надоедать? Здесь когда-то было почти 500 дворов. Две школы, дом культуры. Сегодня осталось только 30 домов. Остальные пустуют. Почти все местные пенсионеры. За выплатами ездят в соседнее село. Но рассчитывать можно только на личный автотранспорт. И то, если дорогу почистят. Бывало, что сельские неделями были отрезаны от мира. Вот Оркин у нас, это наша центральная была раньше усадьба. Сейчас все развалилось. Туда вот в данный момент ездит автобус. А сюда нет. Хотя бы раз в неделю, может быть, старушку вывезти, как говорится, свет. Зимой здесь больше всего боятся пожаров и смерти. Скорая и спецчасть далеко. В прошлом году односельчане лопатами чистили дорогу, чтобы могла проехать машина 03. Таких, как мокрые, в округе десятки сел. Это дорога на Вишневое. Там живут 12 человек. Однако поворот не расчищен. Проехать туда нельзя. Единственный вид транспорта, который может помочь зимой, это лыжи или снегоходы. Только так городские могут добраться до своих родственников. Ну или пешком. Отсюда до населенного пункта 5 километров. По данным последней переписи населения, в области около 400 умирающих сел. Это неизбежный естественный процесс, говорят специалисты. Десять лет назад в стране была принята программа развития села. В каждую небольшую деревню должны ездить медики, соцработники и автолавки. На деле же это происходит не везде. Вы хотите сказать, что туда машины что ли не могут проехать? Ну да, туда машины не проезжают, люди идут пешком на лыжах. Ну не может это быть. Я, конечно, проверю вот этот факт. Спасибо, что сообщили. А пока до недавнего времени у села Мокрые даже не было указателя на трассе. Старый сломался и упал. Местные жители установили новый. Вывеску сделали и покрасили сами. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.